Привет! Сегодня записываем беседу с Дашей. Даша – детский стоматолог из Москвы, которая выиграла грин-карту и сейчас живёт в Калифорнии и работает ассистентом стоматолога. Всё правильно? Да, всем привет! Меня зовут Дарья, мне 30 лет, и три месяца назад я переехала в Калифорнию, да. Это правильно. Первый вопрос к тебе. Какие это чувства, когда ты проверяешь свою анкету, и она выиграла? Мы играли уже 10 раз, 9 раз проверяли, и всё никак. Как это? Что ты почувствовала? Мне написала моя подруга, Даша, ты проверила, свой выигрыш или нет. И я ей написала, нет ещё, я занята, прости, посмотрю попозже. Захожу ночью домой, включаю компьютер, открываю эту страницу и просто не верю своим глазам. Я выиграла, думаю, странно, какая-то страница, другая, не как обычно. Захожу, и реально там написано, что я выиграла. Я, честно говоря, сперва не поверила, потому что это, конечно, очень такой момент, как бы твоя жизнь поделится на до и после. И я такая думаю, блин, я выиграла. У меня просто был ещё второй вариант переезда в Чехию, и несколько лет я учила чешский язык и готовилась к данному переезду. И получается, у меня был вопрос подавать документы в Чехию, либо подавать вот сейчас после выигрыша в Америку. И ещё это тянулось примерно на один год, пока вот эти два варианта не пришли к какому-то исходу. Хорошо. Теперь хочу спросить, какие были критерии выбора, почему именно Калифорния, а не другой штат? Почему именно Калифорния? Потому что у меня здесь живёт несколько подруг. Одна из них тоже детский стоматолог, и она предложила мне вместе с ней снимать квартиру. И поэтому я подумала, что ехать вы никуда, допустим, мне нравится Нью-Йорк. Я думала, что я хотела бы поехать в Нью-Йорк, но так как, когда ты приезжаешь, у тебя сперва нет ни документов, твоя грин-карта только изготавливается, твой ССН изготавливается, и тебе нужно ждать это время, я подумала, что мне будет выгоднее и лучше жить с кем-то в поддержке, нежели я уже буду где-то одинокая одна жить в том же самом Нью-Йорке. Знала ли ты заранее, что пойдёшь работать ассистентом? Или у тебя вообще не было никаких мыслей, что будет, куда пойти? Нет, конечно. У меня сразу, как только я узнала, предприняла вывод, что я точно поеду в Америку, я думала о том, кем же я могу стать, и я уже заранее знала, я подписана была на нескольких блогеров, на девушку, которая живёт в Нью-Йорке, и она сама медицинский работник. И она говорила о том, что сперва, когда она только переехала, она работала ассистентом-стоматологом, потому что можно работать с ассистентом без документов и без каких-либо подтверждающих документов и без опыта. И я подумала, что раз у меня хороший опыт, я явно смогу быть ассистентом. И второй был вариант, если я бы не смогла устроиться на работу ассистентом, я бы пошла работать в Ариста. У меня был такой запасной вариант, потому что я когда-то работала в этой сфере, и я подумала, почему бы и нет. Ну, конечно, я не хотела идти работать с ассистентом или ещё кем-то. Я сделала вывод, что я постараюсь пробиться в ассистентство, ну и если нет, и мои деньги будут на исходе, то я пойду в Ариста. Но сразу за две недели я нашла работу, поэтому проблем никаких не было. И сколько ты уже работаешь ассистентом? Я работаю ассистентом уже два с половиной месяца. Вот 8 февраля будет три месяца. Скажи, каково это стоматологу работать ассистентом? Например, как я ассистент, я не стоматолог. То есть я, в принципе, могу только сравнивать, как делает один врач такую-то работу, и как делает такую же работу другой врач. А ты стоматолог, ты всё это умеешь сама. Нет ли таких мыслей? Ну вот сидишь, помогаешь и думаешь, ой, что-то вот ты не так делаешь. Я бы вот это по-другому сделала. Интересный вопрос. Моя подруга, которая тоже детский стоматолог, она поначалу, когда приехала, она тоже устроилась на работу ассистентом, но, правда, проработала она недолго, потому что она сказала, что она не может это терпеть, что после того, что она была врачом, и она командовала, грубо говоря, ассистентами, и была как бы в лидирующей позиции, так скажем, потом стать ассистентом, для неё морально было очень тяжело это пережить. И она видела, как врач работает неграмотно, по её мнению. Когда я устроилась ассистентом, конечно, меня успокаивает, так скажем, с одной стороны, что я работаю в своей сфере. То, что я переехала в новую страну, и я работаю в стоматологии, для меня это как бы очень приятно, что я не поменяла свою сферу, допустим, на более какую-то низкую. Мне это нравится. Но то, что, конечно, я работаю ассистентом, это, конечно, правильно, немножко хуже, но меня всё устраивает. Да, врачи здесь работают по-другому, и, честно говоря, мне кажется, что, ну, возможно, они работают немножко хуже, потому что, ну, лечение другое, так скажем. Возможно, у меня высокий, я уже обсуждала эту тему со своими друзьями, стоматологами, возможно, у меня просто очень высокая планка в уровне и в качестве своего выполнения, своей работы как стоматологом, потому что я работала в Москве, и всё-таки в Москве в частных клиниках уровень достаточно хороший. Я работаю в обычной маленькой клинике, как бы здесь, как я понимаю, никто не гонится за какими-то вершинами и какими-то там достижениями в сфере идеально сделать. Всплома будет идеально запомнировать канал. Они лечат так, как они привыкли. Возможно, в каких-то центрах ЛА или где-то в каких-то продвинутых клиниках будет более качество выше и требования к врачам. Ну, здесь мои клиники работают неплохо, но я бы, честно говоря, немножко работала по-другому. Так вот я скажу. Ты опередила мой вопрос. Я хотела сказать о том, что, ну, Москва очень прогрессивный город и в плане там проведения досуга, и в плане медицины, чтобы вот ты сравнила, но ты уже ответила. Ну, а скажи, сколько стоит обычная, допустим, пломба и там лечение шестерки с тремя или четырьмя каналами? Сколько примерно обойдется в Штатах? Так, ну, что могу сказать? Я работаю в детской стоматологии. Тут у нас немножко цены другие. То есть если обсуждать лечение каналов, у нас есть взрослый один стоматолог, которому перенаправляет, допустим, мой доктор, которому я непосредственно ассистирую, она перенаправляет если лечение каналов в постоянных шестерках или семерках, да? Я, честно говоря, не могу сказать, сколько это стоит, но примерно, я думаю, это стоит где-то полторы тысячи долларов. Если обсуждать, допустим, имплантацию, как мне сказали, имплантация стоит порядка пяти тысяч долларов полностью под ключ. Насчет лечения детей. Примерно кломба стоит для детей 300 долларов, около того. 300 долларов – это с анестезией, и они всегда используют N2O, то есть, да, маску, седацию, они всегда ее используют всем детям, даже это взрослые дети или маленькие дети, всегда каждому пациенту. Ну, если, допустим, только пациент не говорит тебе, что ты… Я не хочу, допустим, я себя комфортно чувствую без маски. Ну, в принципе, если сравнивать с доходом в Америке, то, наверное, то на то и выходит. Если в Польше, например, ассистент получает от 20 до 30 злотых в час, и импланты стоят около пяти тысяч злотых, то в Америке это где-то 20-30 долларов и пять тысяч долларов. Ну, да, примерно сопоставимо. Но, если честно, могу раскрыть тайну, что мнение о том, что в Америке очень большие зарплаты. Если честно, когда я сюда ехала, одним из критериев было то, что зарплата будет явно больше, чем, допустим, в Чехии. Но это не везде так. Так я скажу, допустим, ассистенты получают немного, и обычные средние рабочие, ну, вот обычных сфер, допустим, продавцы, вот неквалифицированные прям такие работники, они получают в среднем две тысячи долларов в месяц. Это немного. И если тебе нужно, допустим, пойти поставить имплант, то ты будешь копить на это, потому что это дорого. Давай перейдем к обязанностям. В Польше ассистент стоматолога. Подготавливает кабинет, помогает врачу, работает в четыре руки, убирает рабочее место после пациента, подготавливает к следующему, стерилизация инструментов, какая-то работа на рецепшене, ответы на звонки, запись пациентов, расчет пациентов, что мы еще делаем. Ну, в принципе, заказ каких-то материалов, которые закончились. В принципе, и все. Я смотрела твои видео на Ютубе, что в Америке ассистент делает намного больше. Расскажи немножко об этом. Есть у нас в клинике разделение. То есть есть фронт-офис и бэк-офис. То есть фронт-офис – это администраторы, которые сидят за рецепшеном. И с деньгами связаны только администраторы. Конкретно могу сказать о своей ситуации. У нас работа завязана на том, что мы, конечно же, подготавливаем кабинет, убираем кабинет, стерилизуем. Но также есть еще дополнительная работа. Ты делаешь слепки. Допустим, если это ортодонтический прием, обязательно ты делаешь полное обследование ребенку. Приходит пациент. Первое, что ты делаешь, это ты делаешь ОПТГ. Плюс ты после этого делаешь все фотографии зубов ребенка. Ты делаешь фотографии просто ребенка, вам пас, профиль. И ты обязательно делаешь слепок. После этого, после слепка, ты идешь в маленькая лаборатория, которая находится непосредственно в клинике. Ты делаешь модели. Модели для ортодонта, которые будут потом с этими моделями работать. Плюс, если, допустим, идет прием взрослый, и ты стоишь на ортодонтическом приеме, то там уже, конечно, что мне очень было странно, я как-то ходила на собеседование в обычную клинику, во взрослую, и там ассистент при начале работы он снимает от пациента слепок, маленький такой припускной, для того, чтобы сделать потом временную поронку по этому слепку. То есть до того, как врач еще зашел в кабинет, ты уже должен поговорить с пациентом, спросить, какая у него проблема, если это о взрослом приеме. Если он говорит, что, допустим, ты видишь либо по расписанию, что им будут обтачивать под коронку сейчас его живой зуб, тебе нужно предварительно подготовить все для слепка, ты делаешь слепок, и этот маленький слепок до того, как доктор начал препарировать, ты уже его оставляешь, и в конце приема, когда врач уже препарировал под коронку, врач сам снимает слепок для лаборатории во взрослом приеме, в конце ты делаешь еще временную коронку. То есть вот по этому первому слепку ты сам делаешь временную коронку, ее фиксируешь на временный цемент. То есть в ортопедии такое, что ассистент еще делает слепки и временные коронки. У нас в детской стоматологии, что мы делаем? Мы делаем обязательно чистку ребенку, это называется корона кволишин, то есть ты с помощью щетки, пасты и специальной такой резиночки, делаешь чистку. Что в детстве? Вот такая особенность. То есть мы всегда делаем чистку. Еще большая особенность, что врач принимает сразу одновременно троих пациентов, у врача три колонки, и приходит, допустим, семья из трех детей, ты сажаешь их в три кресла, и один ассистент делает чистку одному, второй ассистент делает чистку другому, третий ассистент делает чистку третьему, и в конце данной процедуры приходит врач, проверяет, делает, да, examination, то есть осмотр, и после этого ты делаешь вторирование всем им троим, рентген кому надо, и отпускаешь домой. То есть по факту ассистент, вот, да, делаем вторирование и чистку, врач, ну, делает ничего, ничего не делает, просто смотрит, а когда это просто осмотр, да, чистка и осмотр, это врач ничего не делает, ты сделаешь все. Если, конечно, это лечение, то ты, во-первых, кстати, если использовать седацию, а ассистент все делает, то есть врач еще не пришел в кабинет, ты видишь, что у него будет лечение, заводишь пациента в кабинет, подключаешь ему эту маску, он начинает ей дышать, потом приходит только врач и начинает лечение. Вот. В принципе, вот такие особенности, что мы делаем. То есть работы много. После того, как я работала ассистентом до своей врачебной карьеры, я была ассистентом, мы делали намного меньше. И если у тебя есть время, я не знаю, как у вас, конечно, в Польше, но здесь никто не сидит на кухне, не попивает чаечек. Все работают постоянно. Мы не сидим вообще, кроме как вот мы делаем чистку, после этого мы только вот в моменте чистки мы сидим, а остальное все время мы ходим, находимся какую-то работу, там что-то моем, раскладываем и так далее. Работы много. Ну, здесь то же самое, только обязанности те, что ты перечислила, ну, вот такие уже поза ассистентством, у нас, конечно, гигиенист делает. Единственное, что седацию я тоже сама делала в своем первом кабинете, сейчас я работаю в другом, там вообще нет седации. Но реально мы тоже не сидим, иногда даже некогда, извиняюсь, в туалет выйти. То есть работы много, хотя мы выполняем намного меньше обязанностей, чем вы. Единственное, что панорамные снимки вот тоже мы делаем. А я хотела спросить, ты говоришь, что, ну, можно пойти работать без образования, без всего. Хорошо, ты стоматолог, ты это все умела делать. А если человека берут с улицы, как вот он будет слепки делать, там обучают как-то на месте? Сейчас расскажу. У меня есть коллега, молодой человек, ему 24 года, и он пришел на работу на один месяц раньше меня. Он вообще со сферой стоматологии никак не был связан, просто он закончил школу и решил, что он хочет быть стоматологом, что он хочет быть вообще гигиенистом, но решил пойти в стоматологию, чтобы с чего-то начать. Он стал работать с ассистентом, его взяли без опыта. Он, получается, работает здесь три с половиной месяца. Что ему разрешают пока что? Конечно, зарплата у него явно меньше, чем у меня, потому что у меня уже есть большой опыт, я все умею, и я наравне работаю с зарегистрированными ассистентами. То есть вот это вот разделение на зарегистрированный и незарегистрированный ассистент, конечно, оно тоже есть. И зарегистрированный ассистент получает больше. Честно говоря, я не знаю, насколько больше лично у меня в клинике, но в среднем это от 25 долларов в час. Если незарегистрированный получает от минималки это 15 долларов до где-то 15, 20, 25 долларов. Может получать незарегистрированный дентал ассистент. Продолжу, да, вот эту тему с молодым человеком. Он работает на бэк-офисе, он у нас, получается, занимается стерилизацией инструмента, он у нас занимается уборкой кабинетов, подготовкой кабинетов. Также его начальство обучает уже потихоньку, не то, что, знаешь, я пришла в клинику, мне сказали, ты умеешь рентгены, умеешь коронаполишинг, умеешь все делать. Они сразу меня непосредственно к пациентам уже поставили на прием. То есть я наравне с другими работаю. Ну, конечно, я не делаю пока что с ортодонтом, я не веду ортодонти... А, кстати, я забыла насчет работы с ортодонтом. Еще ассистенты меняют дуги у ортодонта на приеме и приклеивают брекеты, что меня вообще просто очень сильно удивило, потому что как ассистент может приклеивать брекеты. То есть ассистент протравливает все, бондит и потом приклеивает брекеты, но не засвечивает. Потом приходит ортодонт, она проверяет, правильно ли позиция этих брекетов, снимает брекеты, кстати, тоже ассистенты. Такая тема в Америке, что ты приходишь на собеседование, с тобой по телефону разговаривают минут 15 примерно, и потом они говорят, приходите на оборки на интервью. То есть ты приходишь на целый свой рабочий день на 7 часов, они тебя оплачивают за этот день полностью, ставку они тебе говорят, допустим, 18 долларов в час ты получишь. Ты работаешь целый день, и после этого они делают вывод, ты подходишь ему или нет. То есть если не то чтобы прийти, поговорить, и тебя взяли или нет, ты должен показать свои умения. Без умений ты, к сожалению, не пройдешь дальше. Чтобы стать РДА, ну, зарегистрированным Дентал Ассистент, недостаточно сдать только экзамен, нужно именно пройти обучение где-то, да? Вообще до вчерашнего дня я думала, что нужно только проходить обучение, обучение длится два года, стоит порядка 30 тысяч долларов, это вот учиться в колледже, да, на РДА. Но если ты, вот мой директор мне вчера сказала, что если я отработаю здесь 6 месяцев, к примеру, в нашей клинике, я сдам тесты на X-Ray и на Corona Polishing, и после этого я могу еще отработать здесь 17 месяцев, и после этого уже могу сдавать тест. То есть по факту 18 плюс 6 месяцев, 24 месяца, да, и я могу сдавать экзамен. То есть работа, как я понимаю, практика, приравнивается к обучению. Но эту информацию я еще не перепроверяла, не губляла эту информацию, просто это мне сказал мой директор, что как бы вроде как так можно. Точно не знаю. Ну, а если идти по обучению, то, конечно, нужно лучше обучиться в колледже, если ты без опыта, без навыков, конечно, там их всему учат. Я вот спрашивала, разговаривала со своими коллегами, они мне сказали о том, что, да, их учили делать и слепки, и брекеты приклеивать, и дуги менять. Это все в колледже у них была практика, то есть не просто тупо теория, они всему этому учились обязательно. А я вот видела, что какие-то есть и в Чикаго, и во Флориде четырехмесячные курсы. Получается, это вообще что-то бесполезное, после чего ты не РДА, а просто ДА. Ты просто ДА. Да, ты просто ДА. Да, эти курсы есть здесь, они тоже, они стоят недорого, по-моему, может быть четыре тысячи долларов, насколько я знаю. Это просто, тебя обучат, а заодно ты придешь и скажешь, что я умею. Это не РДА, к сожалению. РДА это два года, сто процентов. А на гигиениста тогда сколько? На гигиениста, вот тут тоже интересная тема, я, честно говоря, конечно, понимаю, что вряд ли я буду дэдбл-ассистентом всю жизнь, потому что стоять на ногах для меня это очень тяжело. И, конечно, зарплата в две тысячи долларов, ну, там, две-три тысячи долларов, это мало. При таком количестве обязанностей, конечно. Да, это мало, но можно пойти на гигиениста. Я сделала вывод, что если у меня как бы жизнь пойдет в лучшую сторону, там, будет какая-то поддержка и возможность пойти на гигиениста, конечно же, я пойду на гигиениста, обучение два года длится тоже, но стоит, по-моему, порядка от 50 до 100 тысяч долларов. Также можно взять кредит на обучение в Америке и можно стать гигиенистом за два года. И ты уже будешь получать, у них зарплата идет 50 долларов в час, 50-60 долларов в час, это получается в месяц примерно 5-6 тысяч долларов. В принципе, на 5-6 тысяч можно хорошо жить. На 2-3 тысячи ты будешь просто платить за свои счета и все. А есть какие-то требования или вступительные экзамены или просто оплачиваешь обучение и идешь, учишься? Вот этот молодой человек, который со мной работает, он после, получается, школы пошел сейчас учиться на гигиениста, но ему нужно будет учиться 4 года. Почему 4 года, я не очень, если честно, поняла. Он сказал, что так как у него только школьное образование ему нужно 2 года проходить дженерал, то есть курс, это в целом как бы курс колледжа, а только через 2 года у него начнется уже гигиенист курс. Сейчас он сказал, что у него идет психология и английский язык, цикл, и он будет вот это вот все сдавать. Он сказал, что у него, получается, компенсирует какую-то часть государства, так как он одинокий, у него нету хорошего дохода, и государство большую часть суммы за обучение заплатит. И он сказал, что никакие экзамены он не сдавал, он просто пришел, подал им все свои школьные документы. Как бы, если я буду поступать на гигиениста, я не знаю, мне, скорее всего, придется сдавать English Test, но на TOEFL или IELTS, скорее всего, да, для поступления нужно, потому что, если мы обсуждаем вопрос поступления на врача, то там точно нужно английский. Как раз ты подошла к моему следующему вопросу насчет языка. Есть ли языковой барьер? Как ты с первого дня ли все понимала, понимаешь? И второй будет вопрос, сразу задам. Есть ли какие-то русскоговорящие стоматологии, куда, например, человек, который только приехал, еще не совсем говорит, может устроиться работать? Да, так, языковой барьер. Начну с того, что английский язык изучаю я где-то с четырех лет. Меня мама еще с детства отдала в изучение английского языка. У меня было с английским все хорошо в школе, были репетиторы, потом в университете тоже было все хорошо, но мой плотный такой, плотное изучение английского началось где-то три-четыре, три-четыре года назад, когда я уже начала непосредственно заниматься с репетитором в группе. Я ходила несколько лет на данное занятие. Мария Валерьевна, привет, если вы видите это видео. У меня не было такой особой проблемы, то есть уровень английского у меня был достаточно хороший. Я все понимаю, наверное, на 90%, что они говорят. Ну, даже если я какие-то слова не знаю, по контексту можно это понять, в принципе, из целой фразы, из предложения. Насчет разговора, конечно, дела обстоят, как всегда, похуже. Я могу спокойно изъясняться, но таким бытовым простым языком. То есть какие-то высокопарные предложения я составлять не могу, но обычные предложения, такие, меня люди нормально понимают, никто особо не переспрашивает, не просит повторить. В принципе, все нормально. Насчет того, что нужен ли английский для того, чтобы поступить на работу ассистентом. Да, ответ однозначно нужен, потому что ты, во-первых, самое неприятное такое, что не то, что тебе нужно с коллегами изъясняться, коллеги твои понимают, что ты из другой страны, что ты тут живешь несколько месяцев, что да, твой английский не очень. Моя коллега-американка даже очень, наоборот, воодушевляется тем, что люди из другой страны переехавшие еще знают их язык, и она живет здесь и знает только английский. А я знаю, допустим, и чешский я учила, и английский, и она очень меня хвалит, что вырис, что твой английский очень хороший. Но если ты приходишь, то тебе нужно разговаривать самое главное с пациентами, тебе нужно не упасть в грязь лицом перед ними. Если это особенно на взрослом приеме, ты должен расспросить пациента, какие у него жалобы, что он хочет от тебя, и ты должен это понять. Это сложно. Здесь очень развиты клиники армянские. Армяне очень любят стоматологию, и они открывают часто стоматологические клиники. Но тоже это в определенных районах. Здесь, допустим, есть такой район Глендейл, это тоже неподалеку от Лос-Анджелеса. Там прям чисто армянский город. И они открывают клиники, туда можно попасть. Клиник русских немного. Я работаю в китайской клинике вообще. То есть у меня хозяева, они китайцы, которые родились в Америке, и у нас работают все азиаты почти. То есть доктора японцы, корейцы, китайцы, вот. Но ассистенты разные. Но плюс ко всему, я думаю, что если у тебя хотя бы есть какой-то уровень английского, лучше постараться пойти в английскую клинику, где будут разговаривать чисто на английском, чтобы твой английский уровень повышался. Потому что когда я только пришла на работу, у меня мозг взрывался, наверное, первые две недели. Постоянно на семь часов у меня вот в мозг вливался English. Сейчас я уже даже не замечаю, что они на английском говорят. Я уже даже начинаю иногда на работе думать на английском. Но когда ты только приходишь, конечно, это тяжело. Но надо совершенствовать свой язык, конечно. Я согласна. С этим я согласна. Если ты приехал в страну, ты должен говорить на языке этой страны. А какие бонусы есть у ассистенток? У меня, например, в первом кабинете, в котором я работала, мне и моим детям лечили зубы бесплатно. Есть что-нибудь такое в Америке? Какие бонусы? Насчет того, что лечить зубы бесплатно, как бы насчет меня конкретно, они сказали, да, что ты не покупай какую-то страховку, ты можешь лечиться у нас здесь бесплатно. Я думаю, что бесплатно или за какую-то минимальную оплату материалов, я думаю, что они будут лечить, это в принципе есть. Если говорить о пациентах, у нас, например, в Польше я могу отметить, что дети очень раскрепощенные такие, они не стесняются задавать вопросы, они не стесняются попросить что-то посмотреть, не стесняются сказать, что мне больно или вы мне что-то тянете. Я помню себя, например, я боялась этого стоматолога как огня и ничему ему сказать не могла. Как вот если сравнить московских детей и их родителей и американских, видишь ли ты разницу? Я вижу только такую одну особенность, что здесь очень много детей с аутизмом. Меня это очень поразило, то, что каждый день приходит один или два ребенка с диагнозом аутизма. Это немножко для меня странно, то, что в Москве я вообще видела один раз ребенка с аутизмом и либо родители возможно умалчивают это, либо просто не знают в России о данном диагнозе и им никто не ставит данный диагноз. Но здесь поголовно дети с аутизмом. Вот это меня очень поразило. А так в целом дети разные, честно, разные. Кто-то тихо сидит, кто-то тихо плачет на приеме, но особо вот так до слез никого не доводит, потому что они из-за комфорта, они постоянно оговаривают то, что я хочу, чтобы тебе было комфортно. Если тебе что-то не так, ты скажи, мы тебе добавим анестезию или добавим газ там побольше. Есть ли на работе какое-то общение на внерабочие темы? Ну, смотря, с кем ты общаешься. То есть, допустим, у меня коллеги разные все. У нас есть, у меня ассистенты, допустим, есть из Марокко, из Мексики, американцы, есть из Таиланда коллеги. Вот, конечно, с кем ты сблизишься, смотря. То есть, я, допустим, общаюсь больше всего с одной женщиной. У меня все коллеги возрастные, им всем по 53-52 года. То есть, четыре ассистента основных, им всем под 50 примерно. Есть вот этот молодой человек, которому 24 года и я. То есть, они к нам относятся как к таким, наверное, детям чуть-чуть. Ну, что мы молоденькие, они как к тому, типа, как дела у вас, Эля? Вот так вот спрашивают. Я в основном общаюсь с одной американкой, и она очень приятная. Мы с ней... У меня еще такая получилась ситуация, что они меня довозят до дома, потому что я... У меня нет машины, а у них у всех есть машина. И они... У них в голове не укладывается, как вообще человек может пешком ходить. Когда я говорю, что я на работу час иду пешком, они мне говорят, господи, как это час пешком? Почему ты не едешь на автобусе там? Или почему ты... Ну, позвони нам, мы тебя заберем. То есть, я вот с ней общаюсь после работы. Она меня везет домой, и мы с ней разговариваем. Вот после работы мы можем, конечно, обсудить какие-то темы. Она меня спрашивает о том, о чем, как у меня на работе было, или еще что-то, личные какие-то темы. А вот конкретно в рабочие часы особо никто не разговаривает. Все занимаются работой, только разговоры про работу. Скажи, что бы ты посоветовала людям, которые планируют свой переезд в Америку и собираются пойти там, допустим, работать ассистентом? Что вот им делать сейчас, пока они еще не переехали? Самое основное, что нужно делать, это копить деньги и переводить их сразу в доллары. Я копила на переезд два года. Я откладывала все это, переводила сразу в доллары. Нужно вторым делом учить английский, если вы английский не знаете, и не просто смотреть фильмы и думать, ай, приеду в среду, и все у меня сразу наладится. Вот то, что говорят, среде легче будет учить, я не могу это пока что подтвердить. Да, конечно, ты постоянно слушаешь американскую речь, ты уже привыкаешь, да, на слух, как это звучит. Но если ты не знаешь основных слов, ты не можешь просто перевести у себя в голове даже эти предложения. То есть основное нужно знать. Если ты какие-то слова не знаешь, то ты можешь, конечно, по смыслу подобрать, но если ты вообще не знаешь, то ты просто даже по смыслу ничего не сможешь подобрать. И третье, конечно, если думаешь, что ты идешь работать в стоматологию, скачать литературу на английском языке со всеми названиями обязательно инструментов, потому что инструменты основное надо знать. Основное это инструменты. То есть когда я приехала сюда, у меня было две недели, мне моя подруга дала книжечку, называется Dental Assistant, и я оттуда изучила все терминологию, которые есть у нас на английском языке, все наконечники, зонт, зеркало, вот это все-все-все. Как это все будет на английском? И я пошла на собеседование только тогда, когда я это уже изучила, потому что это важно, нужно знать. Еще у меня такой вопрос. В Калифорнии очень модно идти в школу Михаила Портнова и учиться на тестировщика. Ты не слышала, да? Ну хорошо. Не хотелось ли бы тебе перейти, допустим, в IT? Сейчас это модное направление, и прям все, и из медицины отовсюду идут в IT. Не думала ли ты об этом? Я слышала только, что Михаил Портнов предоставляет адрес, можно через него сделать адрес для грин-карты. Кстати, если кому-то нужно, я тоже могу предоставить свой адрес, так что пишите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рекламу. Значит, нет, на тестировщика я не хотела бы пойти, потому что мне не нравится сфера IT вообще. Я не понимаю ничего в компьютерах, это для меня темный лес. Я в этом ничего вообще не понимаю. Поэтому нет, к сожалению. Или, к счастью, мне нравится медицина, мне нравится моя работа, и я бы хотела лучше отучиться на стоматологах. Поэтому нет, эта тема мне не нравится. А вы хотели бы? Ну, я пробовала, но тоже ничего не вышло. Ты опередила снова меня насчет канала. Я хотела сказать, что я не задавала таких вопросов, как ты стала стоматологом, все это, потому что я видела, что есть у тебя на канале, и дам, конечно же, ссылку на твой канал, и кому интересно, пусть переходят и смотрят. Спасибо. Вот. Ну и в заключение мы уже довольно долго с тобой по времени общаемся, видео будет длинным. Хочу спросить, вот на основании прожитых двух месяцев, не жалеешь ли ты, какие у тебя вот мысли, ощущения, как тебе переезд? Сложно. В том плане, что ты переезжаешь в чужую страну, тебе нужно заново начинать с нуля, ты опять ассистент, а не стоматолог. То есть, качество жизни, конечно, падает, да. То есть, если учитывать, что я жила в Москве, была стоматолога, у меня была большая зарплата, я могла себе позволить не готовить дома, ходить куда захочу, у меня был рабочий день четыре раза в неделю по шесть часов, здесь я работаю пятидневку и так далее, и так далее, да, там у меня друзья, родственники, увлечения, любимые и так далее, конечно, все пришлось куросить, но попробовать можно, если такой шанс мне дан, да, зачем-то же я выиграла эту грин-карту, я переехала, и я попробую, что из этого выйдет, будет понятно потом. Останусь ли я тут навсегда, или уеду обратно, или, может быть, поеду в Чехию, это будет видно. Сожалею я, нет, нет, я не сожалею, пока что мне все нравится, мне нравится, что здесь очень много разных развлечений, допустим, вот, то я в океанариум ездила, завтра я пойду в музей, все новое, неизведанное, конечно, это интересно, возможно, через несколько лет, если я уже объезжу всю Калифорнию и смогу побывать в других городах, конечно, возможно, мне станет менее интересно, но пока мне все интересно, мне все нравится. Спасибо за интервью, было очень интересно, и увидимся в новых видео. Тебе тоже большое спасибо, успехов. Спасибо тебе тоже, успехов, всего самого наилучшего. Все, тогда пока. Пока.